Первые заявки поступили на литературный конкурс имени Юрия Ретхео. Комиссия уже приступила к рассмотрению работ авторов. Тему продолжит Владимир Никитченко. Первые заявки. Уже в марте пройдет 16-й открытый межрегиональный конкурс на соискание литературной премии имени Юрия Ретхео. Сейчас Оргкомитет принимает заявки от литераторов, желающих принять участие в конкурсе. Работы авторов должны отражать жизнь, быт, традиции, фольклор, коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 12 заявок, то есть 12 авторов написали анкеты, в которых указали, что я хочу участвовать с такими-то произведениями. Три автора подали по два произведения. География сегодня по заявкам совершенно разная, начиная от Анадыря и заканчивая Москвой. Из Москвы, Магадана, Владивостока, Санкт-Петербурга, город Белореченск, Краснодарского края, Красноярск, поселок, город Мурино Ленинградской области. Чукотку же пока представляют четыре автора из Анадыря. На данный момент возраст участников, как и география, широк. Самому младшему участнику 28 лет, а самому возрастному – 94. Приём заявок на участие в конкурсе завершится 20 февраля. Традиционно участие можно принять в трёх номинациях – проза, поэзия и публицистика. Как и в предыдущие годы, в рамках открытого межрегионального конкурса на соискание литературной премии имени Юрия Рыдхеу пройдёт образовательная программа для литераторов. Конкурс будет проходить 4 марта по 10-е. У нас будет проходить работа жюри, ознакомление с произведениями. В рамках литературного конкурса будет проходить семинар. На семинар мы предварительно приглашаем лекторов, которые – это и писатели Санкт-Петербурга, Каменский, Забарова. Также предварительно это всё, конечно, Александр Рыдхеу тоже приглашаем. Потом историк, доктор наук Нефёткин. Напомню, что в 2023 году на соискание литературной премии имени Юрия Рыдхеу было подано 57 заявок из 20 регионов России и Белоруссии. Всего 68 произведений. Призовыми местами отмечены работы 14 писателей, публицистов и поэтов. Самой массовой номинацией по традиции стала проза. В ней оказалось наибольшее количество работ – 32 произведения. Владимир Никиченко, Александр Кузьминов, Вести, Чукотка.